Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Mark II, 98-го года выпуска. Кузов GZX-101, 3-х литровый. На нем мы сегодня заменим прикуриватель в салоне. Тот почему-то сплавился, чего-то ему не хватило для полного счастья. Также заменим газовый упор на переднем капоте. Оба сдохли, началась зима и перестали работать. Ну и поставим новые дворники, как расходные материалы. Для этого сейчас в салоне мы снимаем сначала нашу обшивку, которая вокруг магнитола, вот эта декоративная. На ней же стоит прикуриватель, вот снизу видно. И уже на месте видно будет, как он снимается, как демонтируется. Приступаем! Поддеваем накладку, чтобы не поцарапать. Можно пластиковую, можно отвертку, как вот замотал в тряпку. Переключаем рычаг. Подняли, получается, накладку, которая закрывает рычаг переключения скоростей. И поддеваем консоль, которая закрывает декоративная накладка на консоли. Закрывающая магнитолу. И климат-контроль. Очень аккуратно. Вот тут датчики были. Ну да, их отключили просто, что прикуриватель расплавился. Непонятно, из-за чего он так замкнул. Так. Вот так вот его, его аж повело. Вытащить его невозможно, он там заклинил. Поэтому мы его меняем сейчас на новый. Новый будет не оригинальный. Оригинальный дорогой, но нашли дубликат. Номер сейчас выложим. По креплению, по разъему точно такой же. Вот такой прикуриватель фирмы, непонятно, маневр какой-то. Маневр. Номер у него, как у Mitsubishi, MR796-1580. Ну, он здесь, прикуриватель написан для Toyota, Daihatsu, Subaru. Заказали. Он идентичен оригинальному. Но дешевле оригинального в 6 раз. Берем, снимаем старый и устанавливаем этот. Здесь сзади вот такая накладка черная стоит. Она с двух сторон клипсами держится за корпус. Поддеваем ее и поднимаем вверх. Дальше прикуриватель поворачиваем. Вот повернуть нам его, наверное, не удастся. Потому что он приклеился. Ладно, тогда его аккуратненько выламываем. Вставили прикуриватель. Вот так вот он выглядит. Он идентичен оригинальному. Ничем он не отличается. Собираем, пробуем, подключаем, как он работает. Собираем, пробуем, подключаем, подключаем, подключаем. Пробуем. Пробуй, включай прибуриватель. О, привет. Давайте заведем, лучше замашину. Выключай, выключай. Ни хрена он моментально. Он очень быстро нагревается в стол. Он нагревается очень быстро. А почему дымок пошел? Ну попробуй опять включить. Если что, сразу выдергивай. Так нагреть? Нет. Попробуй включить. Выдергивай. Он же сам должен влазь. Он должен сам не защелкиваться. Давайте еще раз попробуем. А он защелкивается вообще? Да. Ну-ка. Ну-ка. Чик. Видите, он толкнулся. Все нормально. Ну вот наш капот вообще не держится. Просто падает и все. Даже не пытается держаться. Оба. Вот та что-то еще старается, а вот та вообще уже не нравится. Левая она, по-моему, даже тянет вниз, а правая еще там что-то шипит. Ладно. Мы берем сейчас новые. Взяли китайские. Устанавливаем. Вот такие вот амортизаторы. СТ-53-440-39-135. Китайской фирмы САД. Не знаю, мы их еще не пробовали, поэтому ничего по ним не скажу. Сейчас попробуем, поставим и посмотрим, как они будут у нас работать. Вот такой амортизатор. Здесь он идет без шариков, поэтому шарики мы снимать не будем. Мы старые сдернем с шариков и эти защелкнем на старые шарики. Рукой я сдавить его не могу. Откручиваем амортизатор, ключик на 12 сверху и снизу. Сначала сверху откручиваем, потом снизу откручиваем, полностью снимая. Там стопор. Стопор не дает вытащить солдатик. Поэтому приходится старую распиливать, чтобы шарик вытащить. Какой-то рабочий. Ну-ка, отпусти на одном. Один не держит, да? Ну, можно ставить на запас, пусть лежит. Ага. А, его видишь, если оставить на запас, то только китайский оставить на запас. Ну да, да не, ладно, смысл нет. Он все равно скроет, строя выйдет. Сейчас мы его проверим. Еще. Сознимем с китайским, ну, вместе с китайским. Как он работает, если он нормальный, как китайский держит, мы его не будем. Вот, видно, я распилил и с этой стороны, и с этой стороны. Сейчас на излом просто беру и достаю шарик. Так, ну все. Поменяли шарики в новую, вставили. Берем, закрошиваем. Сначала низ. Понимаю. И теперь уже. Берем, закрошиваем. Так, ну что, вот наш капот держится сам. Закрывается. Закрывается. Все. Китайский амортизатор выполняет свое предназначение. Держит капот, не падает капот. Замечательно. Замечательно. Ну что, меняем дворники. Дворники поставим фирмы Вантыч. По маркировке они идут А19. Так она и есть. 475 миллиметров. Это у нас пассажирская сторона. Дворники простые. Защелкивается здесь зажим R. Они такие же, да? То есть это, они каркасные, обычные каркасные. Но, ты знаешь, труд отлично. Так же и водительский меняем. Тоже фирма Вантыч А22, 550 миллиметров. Должен защелкнуться до защелки. Так, ну что, дворники заменили. Сейчас попробуем, как они у нас трут. Так, ну что, здесь у нас получается. Ура! Слово! Ура! Что, раз? Ура! Ура! Труд отлично, не обещан Так, ну что, на этом мы и закончили Замену дворников Газовых упоров и приковыривателей На этом все Всего вам доброго